Добрый вечер, радиослушатели, дамы и господа! В студии снова Ольга Шер и, конечно же, Елена Гирич. Она является преподавателем школы английского языка Daily Communications. Это значит, что среда, 5 часов вечера, и впереди у нас целый урок американского английского. Добрый вечер, Елена! Здравствуйте, Оленька! Здравствуйте, наши друзья, наши радиослушатели и те, которые смотрят нас на видео. Мы приветствуем вас и начинаем нашу программу «Американский английский» с Еленой и Ольгой. Как вы уже знаете, во время нашей программы мы задаем вам вопросы, связанные с значениями каких-то слов или каких-то фраз. И в течение всего эфира мы просим вас звонить нам или текстовать по телефону 971-319-1130. Вот, ну и если кто-то из радиослушателей правильно ответит на наш вопрос, мы, конечно же, его поздравим, а если нет, то в конце нашей передачи мы сами дадим правильный ответ. Итак, Оленька, в прошлом эфире мы задавали вопрос, что обозначает фраза «I am under the weather», да? «Я как бы дословно под погодой». «Я под погодой». Да, и что же, ну это, конечно же, не переводится как «я под погодой», ну а как же переводится эта фраза «I am under the weather». Я простудился. Правильно, первое значение «я немного болен», «I am slightly sick», а второе значение? Не помню. У меня не очень хорошее настроение. Точно, мы говорили о магнитных бурях. А у нас… Да-да-да, ты еще добавила магнитные бури, связанные с погодой, конечно. Ноги крутят на погоду с уставилом, хвост отваливает. Итак, давайте начнем. Оленька, как ты сегодня? Я очень хорошо, спасибо. И теперь спроси мне. Как ты? Я хорошая. Какое время сегодня? Сегодня солнце и холодно. Да-да, сегодня солнце и холодно. Ты любишь этот вид? Да. Да, это тоже мой любимый. Какое время сегодня? Today is Wednesday. Wednesday, exactly. And what date is it today? Today is 23 June. Итак, маленький такой небольшой диалог у меня прошел с моей ученицей. Сначала я ее спросила о погоде. Она сказала, что солнечное тепло. Потом я спросила, какой день недели. И она правильно ответила, сказала, что среда. Я надеюсь, вы все поняли наш диалог. А вот последний вопрос у меня был. What date is it today? Давайте по-русски напомним себе дату. Какая же сегодня дата у нас? 23 июня. 23 или 22? 22 июля сегодня. Так вот. Говоря о том, как мы будем говорить с вами даты, нам нужно действительно использовать порядковые числительные. Правильно. Не говорить 21 или 22 или 23, а нужно говорить 21, 22 и 23. Как? Там вот это вот TH, то, что прописывает, да? TH. TH нет такой буквы. Это мы путаем с немецким языком. У нас multilingual, мы полигулы. So anyway, anyway, в любом случае... А как это произносится? Сейчас мы будем это учить как раз. Открываем наш помощник словарь в картинках. Как он называется, Оленька? The Oxford Picture Dictionary. Yes. And I would like you to open page number 14. Какую страничку мы открываем? 14. 14. 14, правильно. Так вот, на страничке 14 те наши друзья из нашей аудитории, которые имеют словари, уверят, что здесь эта страничка посвящена цифрам. Так вот, порядковые числительные называются ordinals, да? Внизу они. И вот они как раз читаются следующим образом. То есть ты видишь, как циферка пишется сокращенным образом, и слово рядышком. Давай прочитаем для наших радиослушателей. Итак, как будет первый? First. А как на письме выглядит первый? Ставится единичка и добавляются какие две буквочки? СТ. СТ как окончание. Итак, первый будет first. Второй. Second. А как на письме ставится двоечка и окончание? НД. Правильно. Second. Третье. Язычок между зубами. Third. И тройка и окончание rd. Так вот эти первые три циферки мы запоминаем. First. First. Second. Second. Third. Third. А далее, далее, к каждой циферке будет какое окончание добавляться? Th. Не h, а h. И единственное исключение будет пятерка. Мы будем говорить не five, а мы будем говорить fifth. Так вот читай все циферки, вот как будто бы четыре. Four и добавляй окончание th. То есть шепеля в конце. Fourth. Язычок между зубами. Fourth. Fourth. Пятый. Fifth. Шестой. Six. Первая буква S идет четкая. Six. А дальше уже шепеляем. Six. Давай, давай, попробуй. Six. Правильно. Седьмой. Seventh. Покажи шепеляй, чтобы звук был. Шепеляй. Шепеляй погромче. Seventh. Seventh. Да. Дальше. Восьмой. Eighth. Девятый. Ninth. И так далее. Tenth, да? А что касается вот составных числительных? А вот теперь попробуем насчет составных. Если нам нужно сказать двадцать первое. Двадцать мы не меняем и говорим twenty. Twenty. А дальше говорим первое. Twenty. First. А сегодня у нас двадцать второе. И мы говорим twenty second. Как же нам соединить месяц и число? Да? Какие у нас варианты? Мы можем сначала сказать месяц. И потом добавить число. И у нас будет звучать так. June. Простите. Я уже бегу в July. June. Июнь. June twenty second. И так я задаю тебе вопрос. Какое уже сегодня у нас число? What date is it today? Today is June twenty second. Верно. Это первый вариант. А второй вариант мы можем начать с даты. Сказать двадцать второе июня. И тогда мы должны добавить предлог of. Twenty second of June. Давай. Twenty second of June. Умница. И так наш маленький диалог с тобой состоялся. А теперь мы зададим вопрос для наших радиослушателей. Сегодня словом ключевым нашего эфира будет слово crash. Crash. Ты знаешь это слово? Crash. Как пишется crash? Давай напомним нашим радиослушателям. Я вообще вспоминаю сейчас это слово. Это слово. Начинается с буквочки C. C, R, A и Ш. Звук Ш формируется путем двух буквочек дифтонга SH. Вот crash. И мы сегодня рассмотрим значение и как существительное, и как глагол. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону. Я тебя задачила. Да, я уже задумалась, что это за слово. Что такое crash? Студийный номер наш 971-319-1130. Мы готовы принимать ваше сообщение. Объясните эрудицию. Расскажите мне, пожалуйста, что это за слово. И это может быть как существительное crash, так и глагол. Единственное, что приходит мне сейчас в голову, это снова, наверное, бредовая идея. Я помню только одного мультипликационного героя. Кроша. Круша. Но это не то. Это не кролик мультяшный. Хорошо. Оленька, что мы с тобой рассматривали, какой грамматический сегмент на прошлой нашей передаче, в прошлом эфире. Мы говорили о разнице между двумя фразами. Мне нравится и я хотел бы. Как сказать не нравится? I like. I like. Сделай отрицательное предложение. Мне не нравится. Сейчас. Помню, что это действие, да? Да. I don't like. Молодец, умница. И задай вопрос. Спроси у меня. Тебе нравится? Do you like? Правильно. А как сказать ему нравится? Просто предложение повествовательное. Ему нравится? He likes. Молодец. Ты добавила s. Умничка. Теперь скажи в отрицании. Ему не нравится? He doesn't like. Молодец. И задай вопрос. Ему нравится? Do he like? Откуда взялось do? Does he like? Does he like? Почему? Потому что для местоимения третьего лица единственного числа, he should, мы ставим вспомогательный глагол does. Это по поводу нравится. А теперь давай вспомним фразу «я хотел бы». Would you like? Нет, нет, нет. Просто повествовательное. I would like. I would like. Ну скажи, я хотела бы яблоки. I would like apples. Really? Really? You do? Real apples. Summer apples. Хорошо. А теперь скажи, я хотела бы покушать эти яблоки. I would like to eat these summer apples. Правильно. Когда мы говорим о том, что мы хотели бы что-то сделать, к глаголу мы что должны добавить? Частичку? To. Что показывает мягкий знак, да? Покушать, сходить, посмотреть и так далее, да? Да, это глагол в этой вот первой форме. Это инфинитив. Инфинитив. Да. Это неопределенная форма глагола, которая называется инфинитив. Я сейчас так долго формулировала это предложение. Какое? Я хотела бы покушать. Да. Что американец подумал бы, что я из Эстонии. Почему? Потому что медленно. Очень медленно. А как это будет по-английски? Я медленно. I am very slowly. Как? Еще раз? Very slowly. Slowly. Помнишь, вы говорили slow? Надо говорить. А теперь как Чукча выразилась. Очень медленно девочка. Медленно. Я медленно девочка. Я медленно девочка. Эстонская Чукча. Ольга Шир. Учится у Елены Гирича. И очень, очень. She is very, very cute student and very, very nice. I enjoy. I enjoy teaching her so much. Что я сказала? Ты любишь учить меня очень хорошо. Я наслаждаюсь. Я не просто люблю. Я наслаждаюсь учить тебя. Итак. Ну-ка скажи, что ты не хотела бы. В отрицании, пожалуйста, сделай эту фразу. Я не хотела бы. I don't would like. Нет. Модальный глагол would сам меняется на отрицательную форму. I wouldn't like. I wouldn't like. Или I would not. Но никто не говорит I would not. Мы все сокращаем. И получается I wouldn't like. Да? Я бы не хотела. А теперь задай вопрос меня спросить. Ты бы хотела? Do. Нет. Модальный глагол would в этом случае переходит. Would you like. Правильно. Переходит на первое место. Мы это учили в школе и в студии. И все забыли уже. Ничего. Это очень хорошо. Мы напоминаем лишний раз и повторяем. Итак. Спасибо, Елена, что вы помогаете все это в кучу собрать. Все эти знания школьные, университетские, колледжские курсов. Всего-всего. Спасибо вам большое. Ты хотела бы? Я хотела бы. У меня спросить. Давай. Английский язык. Спроси у меня. Ты хотела бы, допустим, услышать ответ на свой вопрос? Would you like to hear an answer to your question? А какой вопрос мы задавали нашим радиослушателям? Что-то по crash. Crash. Правильно. Уничка. Новое слово для всех. Собственно говоря, не для всех. Многие из наших радиослушателей знают. Мне кажется, для всех. Никто не знает. Никто еще не позвонил. Никто не позвонил. Сказала. Я надеюсь, что они, если те наши радиослушатели, которые сейчас за рулем, пусть они просто думают об этом. Потому что слово crash. Я бы способилась. Есть специальная подставка для телефонов. Ну, в принципе, да. Машины оборудованы. Да. Можно позвонить и, в принципе, поставить на спикер, да? Да, да, да. Хорошо. Итак, а мы работаем. А мы продолжаем работать. Это эрудиция. Открываем наш словарь в картинках. Please open page 50. Page 50. 15. Нет. 50. 50. А как будет 15? 15. 15. 15. Верно. И мы открываем страничку 50. Please open page 50. Got it? I am ready. Видишь, я у тебя спросила на сленге got it? Сделала это? Got it? Вот я все время думаю, что за гад? Почему люди друг друга гадами называют? Теперь ясно. Итак, обрати внимание, мы будем с тобой читать фрукты. Посмотри вверху, как пишется слово фрукты. Fruit. А почему? А вот у меня вопрос. Это мой вопрос был. И у тебя такой же возник, да? Потому что рядышком на страничке в овощи. Почитай, пожалуйста, овощи. Верно. По правилам добавляешь окончание s к овощам. А вот фрукты это исключение из правил. Как фиша. Да. Когда мы говорим о разнообразных фруктах, яблоки, груши, апельсины, мы должны сказать fruit. А если мы говорим об одном типе фруктов, например, я хочу сказать яблоки. Видишь, я имею в виду один тип фруктов, только про яблоки говорю. Это полезные фрукты. Видишь, тогда я скажу useful или healthy fruit. Не такой уж и простой этот английский. Да. Есть такие нюансики. Поэтому, если наши радиослушатели пойдут сегодня в магазин, в супермаркет, покупать фрукты или овощи, посмотрите на табличку, как написано. Действительно, написано fruit and vegetables. Итак, сегодня мы знакомимся с фруктами, разнообразные фрукты без окончания s. Имеется в виду фрукты, fruit. Итак, читаем слова, Оленька, и перевод для наших радиослушателей. Грэйпс, виноград. Пинэплс, ананасы. Бенэ... Бенэ... Видишь, все дается во множественном числе, да? Добавляется окончание s. То есть мы знаем, что если нам нужен один ананас, мы скажем пайнэпл, да? Но мы пока читаем во множественном числе. Пайнэплс. Бенэплс. Бенэнэс. Да. Эплс. Это яблоки. Пичс. Пичс. Что это? Пичс. Персики. Персики, правильно. Прочитай. Груши. Пэрс. 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 Это груши наши. Груши. Эприкоц. 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 Абрикоц. Пламс. Пламс. Сливы. Сливы. И вот пока мы остановимся, из этих восьми слов, what do you like? Скажи мне, какие фрукты вот из этих тебе нравятся? What do you like? I like pineapple. 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 And grapes. And grapes, да? Yes. Okay. What about your husband? А что я спрашиваю? What about your husband? Как там твой муж? Как по поводу твоего мужа имеется в виду? What does he like? Что ему нравится? What does he like? He likes. И скажи ему нравится. Банана. Скажи ему нравится. He likes. He likes. He likes. He likes bananas. Bananas. And apples. And apples. Okay. Продолжаем читать. Number nine. Grapefruit. Уже один. Да. Grapefruit. Дальше. Oranges. Oranges. Апельсины. Lemons. Лимоны. Limes. Лаймы. Tangerines. Tangerines. Это что у нас? Неожиданно. Мандарины. Да. Иногда можно сказать mandarines. И так и так можно. Мандарines или tangerines. А вот что здесь делает в фруктах авокадоис? Авокадои являются фруктом. Серьезно? Знаешь почему? Нет. Потому что косточка внутри. Это считается фруктом. Затесался. Давай. Авокадоис. Авокадоис. Дальше. Попробуй прочитать. Я даже не знаю. Это что? Какой-то перевод. Cantalopes. Да. Но дело в том, что дыню можно назвать еще melon. Мелон. Да. Мелон. И последнее 16. Черри. Черри. Это уже пошли ягоды. Теперь даже если тебе все эти фрукты и нравятся, скажи, пожалуйста, отрицательное предложение, что тебе что-то не нравится из этого списка. Не нравится? Да. Просто проговори фразу. I don't like авокадоис. Правильно. I don't like авокадоис. И what doesn't your husband like? Что твоему мужу не нравится? Даже если ему нравится, просто мы играем. He doesn't like lime. He doesn't like lime. Умница. Дальше читаем. Стравберис. Пошли у нас уже ягоды. Беррис. Беррис. Это просто ягоды. И разные виды ягод. Ну давай. Стравберис. Стравберис. Клубника. Разберис. Малина. Блюберис. Черника. Папайас. Папайя. Ягода. Нет. Уже ягоды закончились. Дальше пошли. Продолжаем опять фрукты. Окей. Дальше. Папайя. Значит и есть папайя. В Африке папайя. Манго. 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 Коконатс. Коконатс. Это что? Кокосовый орех. Это же орех. Правильно. Орех. А вот дальше идет четко орех слово. Натс. Да. Орехи. Кстати, у меня будет вопрос на следующую передачу нашу. Что такое нац еще? Какое значение слово нац? Это мне сейчас в голову пришло. У нас вот никто не знает, что такое. Крэш. Крэш. Ну и мы тогда сами ответим. Но пока мы ждем. Ждем. Так и нац, наверное, никто не знает. Наш студийный номер 971-319-1130. Давай дальше. Звоните. Итак. И последнее. Вот обрати внимание. Арбузы. Арбуз это как водяная дыня, да? Потому что дыня мы сказали melons, а это watermelons. Используй эту секцию слов, чтобы задать мне вопрос. Спроси. Тебе нравится это? Тебе нравится это? Do you like nuts? И как сказать да? Вот как бы я ответила? Я сойду. Я сойду. Правильно, умничка. Дальше. Do you like blueberries? А у нас звоночек. Ну, давай. Примем его. А мы сейчас его как примем? Одну секундочку. Оставайтесь с нами. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы с удовольствием слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Саша. Я вас слушаю всегда внимательно. Но я думаю, ваш вопрос это авария, я думаю. Правильно. Одно из значений. Крэш. Спасибо, Саша. Молодец. Крэш. Это существительная авария. Я же водитель, ну вот езжу. Крэш. Поэтому я и сказала нашим радиослушникам, которые за рулем, будьте осторожны. Окей. Итак. А какое еще значение есть? А вот еще, Саша. Знаете ли вы еще значение слова крэш? Да нет. Не знаю. Не задумывался. Ну слушайте нас в конце эфира. Спасибо большое. Спасибо огромное. Действительно. Можно сказать accident, а можно сказать crash. Правильно. А слово крошите. Раскрошили машину, вот тебе я. Оля. Ладно. У нее ассоциации. Ну хорошо. Спасибо. Спасибо, Саша. Огромное. Спасибо вам. Слушайте нас. Я обязательно скажу в конце еще одно значение слова crash. Мы ждем. Может быть, нам еще кто-то позвонит или напишет текстовое сообщение. Интересно. Так, Оленька, продолжаем. Продолжаем. А теперь скажи, какие фрукты ты бы хотела покушать? Скажи, я хотела бы покушать сейчас. I am very hungry. I am. Ты же себя описываешь. I am very hungry. Решила сумичать и не очень умно. Хорошо. Нет, нормально. Я слежу за каждым твоим словом и поправляю. Ну давай. Я хотела бы покушать. I would like to eat. Ну и давай, какие фрукты? Mango and watermelon. А теперь скажи, какие фрукты ты бы не хотела сейчас слушать. Помнишь отрицательную форму? Правильно. Глагол модальный would меняется на отрицательную форму. I wouldn't like to eat coconut and papaya. А теперь спроси у меня, что бы ты хотела? Сначала сделай простой вопрос. Ты хотела бы покушать то-то, то-то, то-то? Попробуй. Помнишь модальный глагол would переходит вперед? Давай. Да. Давай. Would you like to eat? Что-нибудь отсюда спросить? Давай, давай. Raspberry. Would you like to eat raspberries? А теперь задай вопрос такой. Еще перед would поставь слово что. Что бы ты хотела покушать? What would you like to eat? To eat. Молодчина. А помнишь слово what еще обозначает какой? Да. Спроси, какие фрукты ты хотела бы покушать? What fruits? Или kind? Кто s добавил к фруктам? Не знаю. Не я. Красивая девушка была здесь, исчезла. Да. Не ты, конечно. Это враги. Хорошо. Враги добавили. Помнишь, фрукты идут без s? Да. Это исключение. Напоминаем. Итак, спроси, какие фрукты? What? What fruit would you like to eat? You like to eat. To eat. Умница. Итак, учим фрукты. Это твое домашнее задание до следующего эфира. А теперь переходим на почту. Спасибо. Сегодня, как мы и обещали, будет маленький диалог на почте. Page 96. Какая страничка? 96. Верно. 96. 96. Оленька, прочитай, пожалуйста, быстренько слова, которые были связаны с почтой. Итак, быстренько значит не как. Нет, как? Быстренько и хорошо. Внятно и четко. Envelope. Ну вот. Envelope. Не выучила эти слова. Не выучила. Envelope. Envelope. Convert. Letter. Letter. Письмо. Postcard. Почтовая открытка. Верно. Greeting card. Помнишь, мы на прошлом эфире говорили, что просто можно сказать card. Открытка, да? Поздравительная открытка. Так проще. Дальше. Package посылка. Letter carrier. Letter carrier. Кто это такой? Почтальон. Другое слово какое-то есть. Mail carrier. Помнишь, мы говорили? Сейчас мы больше говорим mail carrier. Дальше. Postman проще было. Postman было раньше. Помнишь? А сейчас уже другое название. Return address. Обратный адрес. Address лучше сказать. Address. Return address. Обратный адрес. Правильно. Mailing address. Почтовый адрес. Postmark. Почтовый штемпель. Стемп. Это марка, которую мы наклеиваем. А что такое postage? Postage. Почтовый сбор. Правильная оплата за то, что ты посылаешь что-то. И дальше. Дальше. Виды. Отсылки, да? Писемы или посылок. Certified. Certified. Mail. Это какая? Заказная почта. Priority. 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 Mail. Срочная почта. Air letter. Письмо. По почте. Доставляемое авиапочтой. Которое авиапочтой, да. Ground post. Почта доставляемое на землянном транспорте. И последнее. Express mail. Все. Экспресс почта. Итак, представь, что я работаю на почте. I am a post office worker. Yes. А ты у нас customer. Кто такой customer? Я клиент. Да, ты как бы клиент почты, скажем так. Спасибо. И вот ты стоишь в очереди. Там всегда большие очереди. И я тебе говорю следующее. Это что? Это мировая проблема? Да, ты знаешь, на почте да. Да? На почте всегда очередь. Значит, ничего не поменялось. Не зря туда не надо. Найдите мне ту почту, где нет очереди. Итак, вот мне нужно сказать, допустим, что я освободилась. Мне нужно сказать следующий, пожалуйста. Как ты думаешь, какой вариант у меня? Как сказать следующий? Свободная касса. Да, по-английски. Next, please. Next, please. Помнишь слово next? Когда мы говорим next year, да? Мы говорим next year. Это в следующем году. А вот я хочу сказать следующий из очереди, пожалуйста. И я буду тебе говорить next, please. Да? Ты подходишь ко мне, и я с тобой здороваюсь. Я говорю hi. А я отвечаю? Hi. Hello. Ты можешь сказать hello. И дальше я говорю, а могу ли я вам помочь, да? Как мне сказать это? Can I help you? Правильно. Или как я могу вам помочь? How can I help you? Помнишь слово как, да? Как легко, кстати, запоминается слово, потому что когда мы говорим как дела, мы говорим how are you, да? Вот тебе слово how. Итак, я тебя спрашиваю, how can I help you? И ты используешь нашу фразу, которую мы учим, и говоришь, я хотела бы отправить этот пакет. Давай. I would like to... Теперь ищи слово отправить. Это будет be. Посмотри внизу, у тебя есть be, да? Видишь? A – это address. To send. Молодец. А дальше этот пакет. This package. Please. Please. Давай еще раз. Я хотела бы отправить этот пакет. I would like to send this package. Please. Please. Да? А я у тебя спрашиваю. А нельзя быть невоспитанным клиентом. И не говорить please? Да. Нет проблем. Главное, улыбайся. Вот. А я, например, могу сказать, это местная или международная, да? Цилка. Как сказать международная? Очень похоже на слово интернациональная. Попробуй. International. Правильно. А местная, знаешь? Local. Молодец. И как же мне спросить? Как спросить? Это местная или? This is international. Куда is идет в вопросе? Is идет в вопросе вперед, да? Значит, мы говорим, is this local or international? Ну, ты говоришь, например, местная. Ты говоришь local. Хорошо. Дальше я хотела бы задать тебе такой вопрос. Как ты хочешь отправить, да? Как спросить? Как ты хочешь отправить? Какой почтой? How? How do you send? Нет, я хочу быть вежливой. Я хочу сказать хотела бы. How would you? How would you like to send? To send. Да. И ты говоришь, я хотела бы отправить, например, или priority, или certified, или express mail, да? Выбирай. Скажи I. I would like to send express mail. Молодец. И можешь добавить by. By. Чем, да? By показывает, помнишь, как вот, допустим, by taxi, на такси, да? Точно так же by express mail. Посредством чего? Хорошо. И допустим, я тебе даю форму, говорю, напиши, пожалуйста, сюда свой адрес. Как? Да, да, мы сейчас закончим быстренько. Все-таки crash, да? Crash. Нам нужно ответить на вопрос. Итак, Оленька, как сказать, положи, вернее, напиши сюда адрес. Как бы я сказала? Put, или write down, да, или put your address, please. Put your address. Да, а обратный адрес? Put your return address. Правильно. Ну, и так как у нас мало времени, мы следующую часть про марку отложим на следующий эфир. А сейчас спроси, сколько бы это стоило? Сколько это будет стоить? How much is it? Правильно, я тебе говорю, допустим, цену, и ты говоришь, могу ли я расплатиться кредитной карточкой? Would... Нет. Нет. Могу я воспользоваться? Can I use... Can I use my credit card? Ну что, у нас есть две минутки с тобой проиграть этот диалог или нет? Нет, да? Хорошо. Значит, мы его с тобой проиграем на следующей неделе в среду. Я специально оттягиваю время. Молодец, молодец. Если ты пересверти, надышишься. Хорошо, хорошо. Итак, что же такое crash? Слово crash действительно обозначает аварию, да, это первое значение. А еще из многих значений сегодня мы посмотрим на слово crash как глагол. Crash – это значит упасть и заснуть, когда ты очень-очень-очень уставший. И ты можешь сказать I went to bed and I crashed. То есть я заснул. Это сленговое выражение. А если сленгово по-русски, я вырубился. Я вырубился, да. А еще очень часто вот на Facebook. Отключился. Я обожаю Facebook и советую всем открыть свой профиль на Facebook, потому что американцы пишут очень-очень классные выражения, и это все сленговое выражение, тот язык, который живой. Очень часто еще слова crash используются в связи с вечеринкой. Party crashers. Но об этом в следующем эфире. Ух ты, интересно, заинтриговали. Итак, друзья, у нас завершается уже программа сегодняшняя. Да, поскольку у нас еще есть некоторые планы, но мы… О них не будем говорить. Да, мы о них расскажем чуть позже. Это будет сюрпризом всем нашим ученикам, всем тем, кто вместе с нами учится, обучается английскому языку с Еленой. А вы имеете в виду, что вы можете обратиться в Daily Communications и заниматься как в группе, изучая английский язык очень быстро и эффективно, потому что я знаю, что, например, недавно моя знакомая сказала мне, что изучала английский вместе с Еленой и успешно получила Green Card и вообще сейчас не имеет проблем в общении с американцами. Это очень вдохновляет. Так что имейте в виду, вы можете позвонить по номеру этой школы и индивидуальные занятия в группе и занятия по скайпу. Все для вас, лишь бы вы улыбались и с удовольствием общались на английском языке. И номер телефона 503-708-58-78. Звоните. А мы приглашаем вас оставаться с нами непременно, поскольку еще ряд интересных программ у нас впереди. и помните о том, что мы с большим удовольствием трудимся для вас и готовим для вас интересные программы. Если у вас есть какие-то идеи, вы хотели бы изучить определенную тематику слов вместе с нами, напишите на студийный номер и мы передадим информацию Елене, будем готовить специальные передачи, а вас приглашаем сейчас оставаться с нами и оставаться на доброй волне, настроиться на лучшее вместе с нами.